МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самоходная артиллерийская установка, сокращенно САУ, боевая машина, представляющая собой артиллерийское орудие, смонтированное на самоходном шасси. Самоходными могут быть пушки, гаубицы и другие артиллерийские орудия. САУ бронируются полностью или частично. Самоходки могут быть либо гусеничными, либо колесными. Самоходная артиллерия выполняет те же задачи, что и буксируемая. Главное ее преимущество – повышенная мобильность. Наш рассказ о самоходных артиллерийских установках «Гвоздика» и «Акация», поступивших на вооружение советской армии в начале 70-х годов. В Советском Союзе первые попытки создать самоходные артиллерийские установки предприняли еще в 30-е годы. Впрочем, на тот момент широкого распространения они не получили. Куда активнее стали развивать этот вид вооружения в годы Великой Отечественной. В Красной армии было несколько типов самоходных артиллерийских установок различного назначения и разной боевой массы. От легкой Су-76 до тяжелой ИСу-152. Базой для самоходок служили существовавшие на тот момент танки. В качестве основного оружия использовались стоявшие на вооружении полевые орудия. В первое послевоенное десятилетие значительных изменений в проектировании САУ не произошло. Разве что появился новый вид самоходок, созданный специально для воздушно-десантных войск. Конец 50-х и практически все 60-е годы ознаменовались бурным развитием ракетной техники. Считалось, что в условиях возможной ядерной войны традиционной ствольной артиллерии не найдется никакого применения. Однако глобальная атомная угроза становилась все призрачнее. Да и к тому же заканчивалась безграничная вера в ракеты. В конце 60-х в Советском Союзе начались широкомасштабные работы по созданию различных образцов артиллерийского вооружения. В результате появились новые самоходные артиллерийские установки, в том числе самоходные гаубицы, гвоздика и акация. Начнем с гвоздики. Самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика». Боевая масса 15,7 тонны. Экипаж 4 человека. Калибр орудия 122 миллиметра. Мощность двигателя 300 лошадиных сил. Максимальная скорость 60 километров в час. Шасси для гвоздики разработаны специалистами Харьковского тракторного завода. Ходовую часть создали на базе гусеничного тягача МТЛ-Б. Правда, возросшая нагрузка потребовала установки дополнительного катка. Плавность хода обеспечивается торсионной подвеской. Запас хода 500 километров. Гвоздика имеет герметичный корпус и способна преодолевать водные преграды вплавь. Подготовка занимает 5-10 минут. Движение на плаву обеспечивается за счет перемотки гусениц. Скорость на плаву 5 километров в час. Максимальная толщина броневых листов составляет 20 миллиметров. Это обеспечивает защиту от пуль и осколков. В передней части машины находятся трансмиссия, двигатель и отделение управления. Боевое отделение расположено в средней и кормовой части корпуса, а также в башне. Экипаж машины состоит из командира, наводчика, заряжающего и механика-водителя. В качестве орудия для гвоздики выбрали модернизированный вариант гаубицы Д-30. Артиллерийская часть спроектирована в КБ завода номер 9 в Свердловске. Затвор орудия полуавтоматический, кленового типа. Для снижения энергии отката на стволе орудия установлен дульный тормоз. Также ствол оборудовали эжекторным устройством для отвода пороховых газов. Это уменьшает загазованность боевого отделения при стрельбе. Гаубица размещается в башне кругового вращения. Механизм поворота башни имеет ручной и электрические приводы. Подъемный механизм орудия позволяет придавать стволу углы возвышения до 70 градусов. В походном положении ствол гаубицы стопорится на специальном кронштейне. Внутри самоходки размещается боекомплект из 40 выстрелов. Заряжание гаубицы раздельное. Сначала досылается снаряд, затем гильза с метательным зарядом. Для подачи выстрелов с грунта в кормовой части корпуса находится лоток. Перед досылкой снаряда заряжающий устанавливает взрыв в необходимое положение. Выстрел из гаубицы производится электроспуском или механическим дублером. Скорострельность гвоздики составляет 5 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы 15 километров 200 метров. В батарею входит 6 самоходных установок. Три батареи составляют дивизион. Для управления огнем был создан комплекс командирских машин. Самоходная гаубица «Гвоздика» получила заслуженное признание как эффективная, маневренная и скоростная машина. Она находилась и находится на вооружении около 40 стран мира. Практически одновременно с «Гвоздикой» на вооружение приняли самоходную гаубицу «Акация». Она имеет больший калибр. Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация». Боевая масса 27,5 тонны. Экипаж 4 человека. Калибр орудия 152 миллиметра. Мощность двигателя 520 лошадиных сил. Максимальная скорость 60 километров в час. Ходовую часть для «Акации» разработали на базе шасси пусковой установки зенитного ракетного комплекса «Круг». Запас хода 500 километров. Двигатель самоходки дизельный, 12-цилиндровый. Его объем почти 39 литров. Расход топлива при смешанном цикле составляет порядка 200 литров на 100 километров. В отличие от «Гвоздики», у «Акации» не предусмотрено движение на плаву. Но она может преодолевать водные преграды глубиной до 1 метра. «Акация» оснащена землеройным оборудованием. С его помощью самоходка может самостоятельно вырыть для себя укрытие. Максимальная толщина броневых листов 30 миллиметров. Тип брони противопульный. Самоходка имеет автоматическую противопожарную систему, а также систему герметизации для защиты экипажа от поражающих факторов химического, бактериологического и ядерного оружия. Подобной системой оборудуется и «Гвоздика». По общей компоновке «Акация» во многом схожа с «Гвоздикой». В носовой части располагаются мотор, трансмиссия и отделение управления, где размещается механик-водитель. Боевое отделение занимает среднюю и кормовую части корпуса, а также башню. На башне установлена командирская башенка. На ней монтируется пулемет с круговым обстрелом и дистанционным управлением. Его калибр 7,62 миллиметра. «Акация» вооружена гаубицей Д-22. Ее разработали на базе буксируемого орудия Д-20. Калибр гаубицы 152 миллиметра. Начиная с этого калибра, огонь можно вести снарядами с ядерными боезарядами. В 70-х годах в боекомплекте «Акация» появился выстрел с ядерным боеприпасом мощностью 2 килотонны. Как видим, орудие самоходки располагается во вращающейся башне. Ствол оборудован дульным тормозом и эжекторным устройством. Максимальный угол подъема составляет 60 градусов. Для загрузки боеприпасов боевое отделение имеет специальный люк. Изначально возимый боекомплект составлял 40 выстрелов. В процессе модернизации это количество увеличили до 46. В боекомплект входят осколочно-фугасные, пумулятивные и шрапнельные снаряды. Скорострельность составляет 3-4 выстрела в минуту. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом 18,5 километров. Акация достаточно хорошо зарекомендовала себя в ходе боевых действий в Афганистане, а также в ряде других вооруженных конфликтов. Она по-прежнему стоит на вооружении сухопутных войск России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова